ДИНАМО АКБАРС Рассказал старший тренер казанской команды. Требовали усилить подачу свою, ну и концентрацию держать во время игры, отрабатывать взаимодействие между пасующими. У нас команда собралась недавно, получается, перед самым чемпионатом легионеры подъехали, поэтому еще притирка идет. Надеемся, что уже в скором времени мы будем показывать организованную классную игру. Одинцовская команда собрана тоже достаточно недавно. Сразиться с таким соперником, как казанская «Динамо» – огромный опыт для наших волейболисток. Мы втягиваемся, играем с сильными соперниками и, в принципе, видим часть ошибок, которые мы допускаем. Мы психологию, я вижу, и они видят, что мы пока что играем эпизодами, что пока нет стабильной игры. Во всяком случае, наша задача против таких команд – бороться и учиться у них. Игра показала у Зареченок хорошие перспективы. В клуб пришли молодые, сильные спортсменки. С каждой игрой они будут набираться опыта и показывать все более высокие результаты, уверен главный тренер Вадим Панков. У нас Баченина хорошо подавала сегодня такие вещи, Матвеева сегодня хорошо подавала. Были, конечно, перекосы определенные, но если вы видите, у нас сейчас новая девочка совсем – это Лешко Настя, которая вообще только занимается третий год или три года в волейбол, поэтому, конечно, ей очень сложно играть на таком уровне, но она старается. Я очень рад, что она пришла в Заречие и будет с нами на протяжении нескольких сезонов. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу «Динамо Акбарс». 16 октября Заречие сыграет с командой из Свердловской области «Уралочка» НТМК. Пожелаем нашим девушкам удачи. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».